Пару месяцев назад во время рабочего визита в педагогический центр по старому адресу председатель горосполкома отметил скромные размеры учреждения. С того момента власти города не прекращали искать подходящее здание. Выбор пал на пустующий детский сад на Гоголе 50А. Это пример того, как здание, которое пустовало и не совсем хорошо выглядело, но были приняты определенные меры. И я скажу, что несмотря на то, что да, мы будем двигаться, но уже созданы великолепные условия для жизни наших ребят. И переезд их со Спартаковской улицы, с приюта бывшего сюда, лег в душу, что они сами сейчас говорят, что все великолепно. Прежде чем въехать, по новому адресу был сделан косметический ремонт. Заменены все окна, окрашено здание, стены, полы внутри. Сегодня, спустя две недели после переезда, персонал не может нарадоваться шикарным условиям. В первую очередь у детей появилась огромная уличная площадка. У каждой группы своя. В первую очередь хочется сказать спасибо городу за то, что мы переехали в новое здание. Потому что новое здание поражается масштабностью. Очень комфортные условия созданы для детей. Здесь светло, здесь уютно, здесь прекрасная дворовая территория. В состав социально-педагогического центра входит детский социальный приют. Детский социальный приют предназначен для детей от 3 до 18 лет. Дети попадают с разных семей. Музыкальный зал, игровые комнаты, просторные спальни, большая столовая. Особая гордость – медпункт. Сейчас в педагогическом центре есть собственный изолятор. Туда попадают дети, которые только поступили в учреждение или же почувствовали недомогание. В избежании распространения бактерий воспитанники до приезда медиков остаются под наблюдением медперсонала в небольшой палате. По медицинской части очень большие плюсы, потому что мы вместе с большим просторным кабинетом приобрели еще изолятор, который по всем санитарным правилам, нормам, этот изолятор должен быть в любом учреждении закрытом, в детских садах, учреждениях. И мы наконец-то приобрели вот этот изолятор. Я очень довольна. Впереди еще много работы. Предстоит заменить двери, закупить мебель, обновить материально-техническую базу. Но уже сегодня можно сказать, 27 воспитанников, педагоги, персонал не перестают благодарить за новый дом. В непростой момент жизни, когда малыши остаются без заботы и любви, самых родных, их брошенные сердца очень нуждаются в тепле, уюте, доброте. Кристина Реянс, Максим Калинин, Бобруйск, 360.